Привет, друзья, с вами Медиаметрикс и программа Мимо Нот, которую сегодня ведут Евгений Додальф, Олег Дружбинский. Добрый вам всем солнечный день. И у нас сегодня в гостях знаменитейший продюсер рок-фестивалей, кинотавров и массы других замечательных мероприятий Маргий Григорьевич Руденштейн. Здравствуйте, Маргий Григорьевич. Приветствую. Продюсер с большой буквы. Я сегодня вас встречал, и я знал, что вот Маргий Григорьевич, это не совсем ваше отчество, потому что в некоторых, как вы выражаетесь в некоторых сетях интернета, упоминается, что вы Израилевич. Я вот думал, как вам лучше подойти, как вам лучше подходить, кстати? Ну, как подходить? Израилевич, это несчастье мое, потому что я вообще должен быть Марк Константинович. Нет, там какой-то другой бы имени. Я бы интернет читал. Марк Константинович, ну просто Костя, по-еврейски, Касрыль. То есть ты Марк Касрыльевич? Я должен быть по документам Марка Касрыльевич. Но папа в 49-м году, когда Сталин признал государство Израиль, он от счастья, как истинный коммунист, поменял паспорт и стал Израилевич вместо Касрыльевича. А, вот так вот? Вот так вот. И я стал Марк Израильевич. Когда в 67-м году я пришел в армию Израиля напал на Суэцкий канал, то надо мной, естественно, не могли не оторваться старики. И в армии меня так начали прессовать, что я с испугу начал говорить, что я Марк Григорьевич по дедушке. И так все привыкли, Марк Григорьевич, Марк Григорьевич. Но когда я иду в какое-нибудь правительственное учреждение, и меня подают документы на проход на Марк Григорьевич, то выясняется, что я Марк Григорьевич, и меня не пускают в эти правительства. Вот он, разгул антисемитизма. В чем проявляется антисемитизм? Видимо, он и есть. Вот такая история, милая. А вообще приходилось сталкиваться с антисемитизмом? Да, конечно. Даже в Одессе? Ну, я вам должен сказать, что меня до пятого класса в Одессе били за то, что я еврей. Так в Одессе все евреи. Вы знаете, я учился в школе, в которой был один еврей директор школы. Не может быть. Мало бед. В Одессе. Я как сегодня, один еврей на всю школу директор. И он не мог меня защитить. До пятого класса, пока не пришел второгодник к нам с один Ройтенбург. Я говорю, что ты боишься, давай организовать свои... И он стал воскрешивать? Да, он стал меня крышевать. Он был гимнастом, между прочим. Он был накачанным очень. Он начал меня крышевать. И мы организовали свою банду, которая кончилась с детской колонией. О, а я не знал, что в вашей биографии еще детская колония. Да, есть детская колония, два месяца. Я знал, вот... Два месяца была слободская банда, молдаванская, центральная, центральная, ну, городская. И мы все встречались на Приморском бульваре, решали проблемы девочек, не девочек. Ну, это было на уровне 15 лет, поэтому проблема была, с той девочкой пошел или не с той девочкой пошел. И однажды мы сцепились в лунном пионерском парке, потому что по вечерам он был лунный, а обычно он был пионерским парком. С утра он был пионерским парком. И мы встретились, там вынули ножи, нас повязали. Ну, в общем-то, всех отпросили, а мой папа ярый коммунист сказал, виноват, вот сиди. И мне дали приличный год. И я ему через два... Потом он, а он все-таки был директором магазина «Военная книга» в Одессе, в общем-то, пользовался каким-то авторитетом. И он пришел ко мне, и ему сказал, что если ты меня на судно не заберешь, я стану настоящим бандитом. Правильно. Да, и он меня забрал через два месяца. И я заработал там 48 рублей. Надо сказать, что это 48 рублей после рекорума Хрущевской. Вместо 4 тысяч, когда-то обтрезали нули. И это были приличные деньги. А на чем же заработали? А работал там что-то, вязали там, клепали. Да, и мне дали. И эти деньги случайно оказались у меня в кармане. Ну, когда меня освобождали. Там вещи там, то все. И эти деньги оказались у меня в кармане. Он гордо шел впереди, мой отец. Считаю, что он меня облагодетельствовал. И когда мы подошли к трамваю, он, не оглядывая, сел в трамвай и уехал домой. А я не сел в трамвай. Сел в автобус и ехал в город Николаев настроить. И устроился судосборить. Ну, там можно рассказать, почему Николаев там дядя-друга работал начальником цеха 16-го, который строил авиаматку крейсер Москва, который сегодня ходит. Я строил крейсер Москва на минуточку. И сам Горшков. И я стоял рядом с министром флота Горшковым. И когда разбивалась бутылка в этот крейсер. Да. Ну, я уехал в Николаевск и больше никогда не вернулся домой уже. Вот такой был поворот. Вот такой вот поворот. То есть, вот этот стальной характер и хватка, и, соответственно, умение организовать поступление денежных потоков у вас появились в 15 лет. Никаких. Вот вы знаете, что я не умел организовать? К тому, что я делал. А делал я довольно шикарные вещи с точки зрения продюсерской. То я не умел особенно деньги привлекать. Я как-то был... Ну, как вам объяснить? Это можно назвать щипачеством. Ну, в каком смысле? Я вот в кинотавр сделал на бандитские деньги. Я приходил к ним и говорил, ну, что вам, жалко оторвать миллиончик, чтобы ваши дети поездили на фестиваль в кинотавр. Это же 90-х, надо учесть. Тут начало 90-х. Кинотавр спонсировали бандиты? Да. Все время, всегда? Нет, ну, конечно, нет. В первые годы. Как называется, спонсировали? Я приходил к ним... Я же с Подольска. О, так вы и есть. Да, 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 я и есть тот самый, да. Из-за этого некоторые не понимают, что у меня особенно никакой связи с ними нет. То можно жить в Подольске и не иметь с ними связи. Хотя я был директором там парка там, и они, естественно, приходили ко мне. Но даже не с них все началось. Не они давали деньги. Я просто, когда узнавал... Все банки были бандитскими в тот момент. Все? Все. Даже я боюсь сказать, что ЦБ был бандитским банком. Но то, что АВИЗО прошло, чеченские АВИЗО где прошли? На 5 миллиардов, по-моему. Да, на 5 миллиардов. О чем говорить, да. Поэтому все банки... Когда я встречался с каким-нибудь банкиром нового поколения, краснопиджатчиками, я им говорил, я затеваю историю, замечательную историю в Сочи. Ты можешь приехать туда, будет много звезд-актеров. Потусоваться с вами. Да, надо на это миллион рублей. Ну, что это, я говорю, за день? Тогда первый фестиваль стоил 750 тысяч. И вот я могу прямо сказать, да, первые деньги, которые они давали, безусловно, я не могу... Как говорил кто? Ротшильд? Что за первый миллион я не могу... Форд. Форд, да. Не, по-моему, не Форд. Форд. Рокфейлер. Не будем спорить, да. Рокфейлер, что за первый миллион он не мог... За все могу отчитать, за первый миллион. Не спрашивайте. Не спрашивайте, да. Вот то же самое здесь. За первые два фестиваля я не могу отчитаться. Но это было настолько... Но не давали деньги бескорыстно, да? Просто потусоваться. Да, они давали деньги сначала, потом давали в кредит. Сначала потусоваться, да? Потусоваться, потом давали в кредит. С актрисами познакомиться. Наверное, да, наверное. Я опять повторяю. Я очень был занят во время организации фестиваля. Я рассказал немножко об этих историях, о их заходе на фестиваль, и потом борьбе по их выживанию с фестиваля. А выжить их мог только главный бандит. Понимаете? А был и главный? В Сочи, да. Ну, сейчас его уже расстреляли. Это фамилия известная. Хусаинов. Хусейн. Кличка. Да. Он держал Сочи? Он жил в Сочи. И он держал... Это был мэр, второй мэр. Теневой мэр. Теневой мэр. Я не знаю, ставишь ли это в этом. Вот, но в передаче... Но однажды сидя у него на даче... И он хотел мне помочь на эти какие-то деньги. Я говорю, вот надо как бы налоговые службы попросить там какие-то сделать. Ну, это же кто, починка, что ли? О, да, это же, значит, сейчас я ему... И разговаривал, понимаете? И разговаривал. Фантастика. Он не солгал там, но всегда ли уместна правда? Я нажил в себе много врагов. Причем, не простых врагов. Знаменитые люди, чей образ вызывал интерес у миллионов. И их сумасшедшие страсти. Личный демон, борьба с которым хранилась в тайне. Война, в которой выиграть невозможно.